Здравствуйте, друзья! С вами канал Простучилка и я, Елена Владимировна. Сегодня я продолжаю помогать девятиклассникам готовиться к ОГЭ по математике. Разбираем задание номер 4. Оно входит в блок заданий по одной задаче. Это номера с первого по пятый. Так вот, в четвертом номере у нас будет с вами поиск расстояния. Посмотрите, в данной задаче нам необходимо проложить интернет-кабель по потолку. Между выделенными точками, друзья, вот точка и вот точка. Если мы вот так зрительно попробуем определить расстояние, то будет непонятно, потому что мы вот эти длины не знаем. Как тогда делать? По теореме Пифагора. Четвертая задача – это теорема Пифагора. С небольшими исключениями про расстояние, которое касается окружностей. Но их мало, больше по теореме Пифагора. Итак, мы видим с вами вот такую косую палочку. А нам надо с вами сформировать прямоугольный треугольник. Возьму линейку и вот так создам прямоугольный треугольник. Видите два катета? Вот они. А тогда наше искомое расстояние – это как раз гипотенуза. А мы умеем по теореме Пифагора такое искать. Нам нужно посчитать длину одного катета, длину второго катета. Оба катета поставить в квадраты и сложить. Получится квадрат гипотенузы. Какую ошибку допускают многие школьники? Считают клеточки, производят вычисления и забывают учесть масштабы. В нашей задаче одна клеточка равна 5 метров. Так вот, после того, как мы найдем гипотенузу, мы не забудем эту длину умножить на 5. И тогда точно получим ответ. Давайте быстро посчитаем. Итак, у нас 1, 2, 3. Три клеточки. 3 ставлю в квадрат. Плюс 1, 2, 3, 4. Четыре клеточки. 4 ставлю в квадрат. Получаю 3 в квадрате плюс 4 в квадрате. Это 9 плюс 16. То есть 25. Следовательно, наша длина равняется корень из 25. Наш х равен корень из 25, то есть 5. Но 5 клеточек. А нам с вами нужно 5 умножить на масштаб. 5 умножить на 5. Это 25 метров. Мы только что нашли ответ. Не забывайте обязательно учитывать масштаб в вашей задаче. Длину 1 клеточки. Все, друзья, с вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна и канал Простоучилка. Если информация пригодилась и понравилась, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. И удачи вам на контрольных экзаменах. И ни пух, ни пера.